Дорогие друзья, на библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Зачем Бог делает жизнь людей такой тяжелой? Ну, может быть, она не у всех так тяжела, может быть, она и не всем кажется такой печальной участью, как вам. Так что все-таки удобно говорить о личном впечатлении. Для меня жизнь трудна. А почему для кого-то, может быть, она легка, а для вас трудна? Это другой, правда, вопрос. Но если мы учитываем то, что всякая жизнь заканчивается исходом и смертью телесной, то уж само это обстоятельство делает ее, конечно, печальной. И если не раздельно царствует смерть, а если посмотреть еще дела человеческие, еще и грех, то тогда вы правы и можете вместе с Шекспиром, как он в одном из своих сонетов, воздохнуть «Зову я смерть, мне видеть не втерпешь, достоинство, что просит подаяние, над нищетой глумящуюся ложь» и так далее. И описывается печальные реалии нашей жизни, но утешение, кажется, поэт находит только в дружестве, в подлинной любви, которая для человека является свет божественного совершенства. Вы правы, жизнь — это крест, но именно потому, что та жизнь, которой мы сейчас обладаем, не вечна. Именно потому, что мы с вами находимся в поврежденном человеческом естестве после грехопадения Адама и Евы и нуждаемся в преображении. «Дай кровь и прими дух», — так говорит Господь, обращаясь к человеку. Надлежит каждому, преодолев испытания жизни, явить себя подлинным учеником Христовым и взойти на то уже вечное достоинство, которому мы призваны. Поэтому все-таки самые краткие и существенный ответ на ваш вопрос о трудности жизни, она для того трудна, чтобы вечность наша была блаженна. Для того нам надо настраиваться на жизнь как на служение, а не как поприще самоугождения, что только идущий осилит дорогу, вытащит рыбку из пруда, не без труда, и совершит свой жизненный путь достойно. Поэтому, конечно же, несчастные, избалованные дети, а точнее взрослые, выросшие из избалованных детей, которые продолжают ощущать жизнь праздником удовольствий. И чем их больше, тем они и веселее. А когда приходит время скорбей и испытаний, они вовсе тушуются, опускают руки, впадают в уныние, а иногда даже и вовсе не хотят продолжать такую жизнь, в которой им уже не обещаются привычные для них наслаждения. И это катастрофа человеческой личности. Что же делает трудности жизни легкими? Как говорит Иоанн Златоуст, это надежда на грядущее воздаяние. Будем читать Евангелие, будем каждый день обращать свое сердечное внимание к этому свету от самого Бога Исходящему, который научит нас любить век грядущий и стремиться к нему среди всех скорбей и трудностей земных, для того, чтобы сами скорби эти сделать легкими для нас, и даже желанными, преодолевая которые, мы становимся все время ближе к тому вечному блаженству, к которому призваны. Субтитры создавал DimaTorzok